здесь моем саду растет ковыль графа или ковыль красивейший с такими длинными волосами каждая семечка снабжена волосинкой вот такой вот сантиметров 40 длиной ну и вообще довольно высокий этот ковыль растет мне уже четыре года но кучка не развелась очень большой однако есть сеянцы которые я берегу тот случай что может быть что-то нехорошо ему не понравится может быть ему не нравится кислый грунт и наши очень влажные зимы вот как-то не разросся он очень сильно красивый это еще одна жемчужина прямо скажем в моем саду и скоро лилия зацветет рядышком это наверное будет красиво вместе и лилия у меня в этом году первый раз здесь в этой точке сада и наверное будет интересно посмотреть с этой стороны будет роза цвести и анжелика воздушается в общем интересном ждем все еще цветет родственник розмарина вот такие маленькие орхидейки но не такие уж они маленькие руки не отмываются больше и очень понравилась расторопша поскольку я любитель всяческих колючек такие вот у нее семенные коробочки и цветки тоже очень красивые в этом темном углу моего сада растет я не уверена что он зову сейчас правильно пелдой байкиния растение для вла из влажных лесов сейчас она цветет очень симпатичными простыми цветками в одном из листов видно лужица эта лужица лежит здесь уже уже больше недели однако вот держит он ее все тут и даже уже там что-то завелось по моему во всяком случае какая-то форма жизни но она не движется вот такое растение довольно медленно разрастается я бы сказала что все дальневосточные растения которые у меня растут все очень медленно растут молочный цветковый колокольчик тянется к этому зонтичному неизвестному такие воздушные зонтики цветки выглядят абсолютно невесомыми однако заваливаются без опоры падают все на землю так не помню как называется вот это растение с такими маленькими и сиреневыми цветками с желтыми печеньками очень мне нравится очень если я не ошибаюсь василисник а листья какие красивые кружевные легкие ромашка рядышком зацвела а это стали цветоносы дельфиниума но они мне так нравятся что я не хочу их убирать отрезать их не хочу пока не буду мне по моему даже цветы нравится меньше чем цветоносы вот сейчас такие так но это растение что даже жалеешь ты завела посадила потому что все паутинные клещи собираются именно на него даже если их не было раньше они сюда обязательно придут то есть весь он в паутинистом клещи и нужно постоянно опрыскивать вот эти вот изуродованные листья для тоже его очень любит все эти изуродованные листья это не что иное как паутинистый клещ в общем это не единственное растение его у меня в саду как изуродовали есть еще одно которое растет рядом с тыквами то есть посадила тыквы недалеко и они своими плетьми до него дотянулись и теперь они тоже с паутинистым клещом то есть нужно лечить их совсем я этого не хотела вот еще монарда белая уже заканчивая цвести она очень быстро цветает вот эта белая мне это не не нравится она в стадии еще не полного распуска очень красивая вот что-то примерно как бы вот как здесь вот такие цветки они только более симметричные когда она еще не совсем распустилась это красиво а сейчас уже не очень